Православная молодежь Санкт-Петербурга объединяется, чтобы вместе заниматься миссионерской деятельностью. На первом симпозиуме молодежных общин ребята знакомились друг с другом, делились опытом, обменивались идеями. Молодые петербуржцы, участники православных общин, находят время для встреч со школьниками и студентами, чтобы словом или делом рассказывать им о Боге. На этот раз они встретились на симпозиуме, чтобы поговорить о своей миссионерской деятельности, поделиться опытом, подарить друг другу новые идеи. Мы надеемся, что вот такой вот рассмотр, такой разбор проектов позволит найти для них новое интересное решение, позволит найти, может быть, для них даже каких-то новых людей, мало ли кому-то кто-то заинтересуется в процессе работы над проектом и по-настоящему придаст импульс. Но во все вместе это должно дать импульс миссионерской деятельности молодежи в Санкт-Петербурге. Я думаю, что они перспективны и нужны, а корректив несет время и опыт работы. Если проекты будут запущены под руководством духовников, то я думаю, что они все будут очень полезными, очень необходимыми. Один из действующих проектов – Межприходская футбольная лига имени святого благоверного князя Александра Невского. В каждой из футбольных команд есть ребята невоцерковленные или даже некрещенные. И главная задача организаторов – чтобы эти ребята пришли к Богу. И они приходят каждый своим путем. Одна из историй наших – это девушка из хора, которая на проведении этих соревнований познакомилась с мальчиком не очень благополучным, который был крещен, но, к сожалению, в церковь не ходил. И они познакомились, у них стали появляться какие-то общие интересы. И, в конце концов, батюшка, по благословению батюшки духовника команды, они поженились. И таким образом вот этот мальчик неблагополучный, который не ходил в церковь и был невоцерковленным, пришел в церковь и воцерковился. Александр Шипила – участник православного молодежного клуба «Встреча». Вместе с другими ребятами, священниками, православными психологами, он приходит в школы и беседует с подростками об отношениях с отцом и матерью. Как человек, который на собственном опыте знает, что такое развод, он помогает школьникам, переживающим эту проблему. Помог совет моего духовного отца, вот как он мне, мне истолковал вот эту заповедь, чья отца твоя и мать твоя. Он мне сказал, что, я его буквально спросил, а вот что такое чти? Вот он говорит, не осуждай. Вот и все, ну вот абсолютный минимум, что ты можешь, ты вот не осуждай. Потому что они могут, родители могут, хорошие, плохие, ну вот минимум, чтобы это все работало, вот не осуждай. То есть, и вот когда я иду на конференцию, мне очень важно, чтобы вот этот вот минимум детей, которые с одной стороны могут, может быть, это им и не надо, но и есть группа людей, группа детей, которым это просто необходимо. Ассоциация православных молодежных общин существует полгода, и это только начало. Глядя на энтузиазм, с которым его участники только начали свое служение, не приходится сомневаться, что им предстоит сделать еще много добрых дел.